Здесь в Galaxy S21 Ultra появилась поддержка S-Pen. Вот такой чехольчик. Здесь располагается стилус. И, соответственно, дальше мы можем использовать телефон со стилусом. Ну и также все вот эти фишки, которые раньше были. Круто! Появилась поддержка съемки 4K-видео 60 кадров в секунду на все камеры. На широкоугольные, на фронтальные, вообще на любые. Здесь не просто Wi-Fi 6, здесь Wi-Fi 6E. Кстати, обеспечивает до 4-х раз более быструю связь, чем Wi-Fi, просто обычная шестерка. Здесь новый процессор Exynos 2100. Кстати, выполнен по 5-нанометровой технологии. Камера целых 108 мегапикселей. Воу-воу! Ну и лазерный автофокус, конечно. Кстати, из комплекта убрали зарядное устройство в сеть и наушники. И здесь нету слота под карту памяти, только встроенная память. Вот, кстати, предыдущие Galaxy S20 Ultra, а это новые S21 Ultra. Да, всем привет, с вами Илья. А это первый взгляд на Galaxy S21 Ultra. Топовый телефон Samsung на данный момент на 2021 год. Ну что, давайте на него посмотрим. Как вы знаете, у нас представили Galaxy S21, S21 Plus. Плюс обзор, точнее не обзор, а первый взгляд на эти телефоны есть в описании. Такой перекрестный, то, что вы можете перейти, посмотреть именно про эти телефоны. Речь сегодня же пойдет у нас про Galaxy S21 Ultra. Поехали! Ну, во-первых, предлагаю посмотреть просто на этот цвет. Это просто охренеть. То есть он продается в разных цветах, но именно, вот именно в черном. Все они называются фантом. Вот есть титановый фантом, синий фантом, бронзовый фантом. И, блин, вы только посмотрите, насколько он черный, он такой вот прям матовый. То есть это стекло, все это горело в глаз седьмого поколения, Victus, который называется. И, ну блин, это кайф, реально. Вот именно по эстетике, вот черный, вот только гляньте сюда. Кто-то говорил, кстати, на рендерах, что, в принципе, выглядит стрёмно. Нифига подобного. То есть здесь вот эти вот здоровенные просто объективища. То есть здесь тоже самое, стократный зум, но уже второго поколения. То есть вот эти вот три здоровенные прям иллюминаторы. Это реально иллюминаторы. Здесь еще одна камера, вспышка. И плюс здесь датчики, лазерный фокус, автофокус есть. И, ну, это совершенно другое устройство, нежели просто обычные S21. Сейчас вы поймете, почему. Потому что здесь и по съемке отличаются, но именно по фото, по видео. По цветам разобрались. Теперь у нас версии, в которых будет продаваться данный телефон. Кстати, могу вас предупредить, что в новых комплектах Galaxy S21 Plus и Ultra в комплекте нету зарядного устройства в сеть. Samsung решила отказаться, ну, как бы в пользу окружающей среды. И у вас уже есть беспроводные, точнее, у вас есть уже адаптеры питания. Должны быть быстрые. Все это, конечно, усовершенствовано. Тренд 2021 года. Это нормально. Да, сейчас, мне кажется, все производители будут от этого отказываться. Кстати, напишите свое мнение в комментариях, как вы к этому относитесь. Это, в принципе, этого следовало ожидать. Значит, в комплекте мы получаем только кабель питания Type-C на Type-C. И нет наушников в комплекте. То есть, убрали зарядку, убрали наушники. Что еще убрали? Здесь нету слота под карт памяти. То есть, здесь теперь мы выбираем версию 128, 256, либо 512. Версия 128 и 256 ГБ, она идет с 12 ГБ оперативной памяти. В отличие от обычных S21, там идет по 8 ГБ оперативной памяти. И версия на 512 ГБ, она поддерживает 16 ГБ оперативной памяти. И, как вы услышали, карт памяти сюда ставить теперь нельзя. То есть, выбираем побольше памяти и дальше все облачные хранилища. Но это тоже, это логично и все вот пришло именно к этому. Здесь, кстати, новый процессор, скажу вам, Exynos 2100. Прямо 5-надометровый, который представили только буквально вчера. И, ну, чуть попозже проведем тесты. Сейчас такой первый взгляд, как все это дело выглядит. Блин, ну, черный цвет выглядит просто шикарно. Знаешь, здесь такая особенность происходит. Смотрите, поддерживается 4К 60 кадров в секунду на все объективы здесь. И на фронтальные, и на основные, конечно, на широкоугольные и так далее. Значит, если мы снимаем вот Ultra HD 60 кадров в секунду в режиме обычной камеры, здесь у нас как бы широкоугольной нету. То есть, все остальные объективы у нас тут работают. Десятикратное увеличение. Так, соответственно, переключаемость на фронтальную у нас тоже 4К 60 фпс поддерживается. Если мы хотим снять в широком углу, то есть, нужно перейти в режим профессионального видео. И здесь у нас будет как раз вот Ultra HD 60 кадров в секунду именно на широкий угол. То есть, это нужно искать вот здесь вот. Это вот режим профессионального видео. Пофоткать, поснимать смогу после того, как получу телефон прямо на полноценный обзор. Сейчас это такой, как бы, просто взгляд с рук. Значит, по фотографиям, смотрите, здесь можно сделать широкий угол. То есть, обычный объектив, трехкратное увеличение, десятикратное увеличение. Идем дальше. Здесь также можно включить тридцатикратное увеличение, как раньше. И, соответственно, у нас появляется такой помощник по кадру, чтобы куда нам передвинуться. Плюс, также я могу сделать стократное увеличение. И вот уже рассмотреть, практически рассмотреть, что у нас находится на ноутбуке. Ну, как всегда, здесь, конечно, это не для этого создано. Ну, хотя, вот, практически силуэт можно отличить. И все это, вот, прям, как-то с мобильного телефона. С учетом того, что, как бы, ноутбук стоит довольно-таки далеко. А на экране все видно отсюда. Самый большой прикол, конечно, это лазерный автофокус. Он находится здесь и работает просто молниеносто. Сейчас у нас 4К, ну, 4К, 60 кадров в секунду. Так, ну, давай. Ну, конечно, полноценно на видеотест это не тянет. Но нужно будет уже нормально на него поснимать. Что у нас тут по дисплею? Здесь у нас 6,8 дюйма. Динамик AMOLED 2X Adaptive Refresh Rate 120 Гц. Ну, короче, в отличие от обычного S21, здесь у нас регулировка обновления дисплея от 10 до 120 Гц. В обычных от 48 до 120 Гц. То есть, экран у нас максимум поддерживает 120 Гц. Все это дело выставляется вот здесь вот, но выставляется теперь немножко по-другому. Сейчас вам покажу. То есть, заходим в дисплей. У нас нет такого, что мы можем поставить, к примеру, например, там 90, принудительный, 60 Гц. То есть, плавное задвижение у нас есть адаптивное. Телефон сам понимает, когда нужно включить 120, когда поменьше. Плюс стандартное. Соответственно, адаптивное у нас, ну, автоматически все это делает. И аккумулятора, соответственно, тоже хватает по-разному. Потому что разные приложения, смотрят, что вы будете использовать. И есть инпень, что на 120 Гц будет быстрее садиться. Но здесь у нас 5000 мАч аккумулятор. И это круто. Здесь есть поддержка, конечно, реверсивной зарядки. Плюс беспроводная быстрая зарядка. Проводная быстрая зарядка 25 Вт. Ну что, какая еще главная фишка-то появилась в именно ультра-версии поддержка SPN? То есть, соответственно, здесь у нас теперь можно отдельно купить стилус. Пожалуйста. И он продается в комплекте с чехольчиком. Сейчас вам покажу. Вот такой вот чехольчик. Сюда сбоку вставляется SPN. Вот сюда вот. Сейчас давайте вам покажу даже, как это все дело происходит. Вот так вот мы его сюда засовываем. Есть две версии этого чехла. Есть SPN с Bluetooth, а есть без Bluetooth. Соответственно, с Bluetooth будет подороже. И дистанционно можно будет фотографировать, к примеру, так. Здесь отверстие под камеры. Соответственно, такой прям soft-touch. И поддерживается отображение на дисплее разного рода информации. Там часы, кто вам звонил и уведомления. Давайте его сюда поставим. Кстати, вот в черный, в черном выглядит вообще просто бомбезно. Вот так все это дело будет носиться. То есть, соответственно, у нас и телефон, и стилус. Да, это, можно сказать, смешение с Note-версией, что будет вообще с Note-ом дальше. Но Samsung всегда старается и в S-сервис тут новое приносить. Вот, пожалуйста, принесли. То есть, кому-то реально потребуется. То есть, тебе это не дают в комплекте. То есть, появилась как бы возможность поддержки. То есть, ты должен, если захочешь, то докупаешь, и все будет. Вот, при том, закрываешь, но автоматически, понятное дело, что вот так вот будет отображаться здесь процент заряда. Что здесь можно? Ага. Ну. Так. Информацию и уведомления вот так получаем. Ну, скорее всего, смски можно будет вот здесь вот читать, как обычно. Открываем. Общаться, кстати, можно будет даже его не открывая. То есть, проводим. Здесь у нас есть отверстие под динамик. И так вот и общаемся. Но главная фишка этого чехолчика, конечно, в том, что здесь у нас как раз есть место, куда крепится вот этот S-pen. Достается довольно-таки легко. Вот такой резиновый, можно сказать, прям чехолчик. Ну, легко достается. И дальше у нас, ну, все преимущества S-pen, пожалуйста, все то же самое, что в Note-версии. Делать заметки, живые там зарисовки, рисовать и так далее. Кстати, напишите в комментариях, как бы вы использовали стилус, если бы вы его купили. Кстати, во всех версиях Galaxy S21 появилась новая поддержка безопасности. Называется Knox Vault. То есть, это, собственно, платформа безопасности Samsung. Вот она здесь обновилась. Ну что, давайте пройдемся так по корпусу. Снизу у нас, понятное дело, Type-C, динамик первый. Здесь у нас слот под две сим-карты. Соответственно, либо две симки, либо одну симку и одну eSIM можно. Но одновременно до двух номеров. То есть, так использовать две симки и eSIM не получится одновременно. Сзади здесь у нас стеклышко. Все такое прям матовое стекло. Блин, офигенно выглядит. Черный вообще прям топ. Реально топчик. Вот эта вещь называется ContourCut. Профессионально ее так назвали. То есть, реально здесь перекочевали такие вот прям объективы из Note серии. Они просто здоровенные. Иллюминаторы. Вы только посмотрите на них. Но черный на черном. Вообще кайф. Здесь, соответственно, лазерный автофокус находится. Сбоку, как всегда, клавиши включения. Увеличение, уменьшение громкости. Сверху здесь у нас два микрофона находятся. На левой стороне ничего нет. Сканер отпечатка пальца ультразвуковой находится под дисплеем. В отличие от предыдущих версий, он здесь размером в 1,7 раза больше сделался. То есть, работать с ним удобнее. Давайте открою вам видео. Посмотрим, как все это выглядит на полном экране. Так, окей. Делаем погромче. Ну, да. Это, как всегда, громко. Значит, вот, пожалуйста, можете оценить, как все это дело выглядит здесь. Давайте сделаем яркость на максимум. Хопа. Пожалуйста, вот так вот будем потреблять контент. Снизу рамку, соответственно, немножко прям совсем побольше. Вот сейчас вы можете видеть, как все это дело выглядит. Камера посерединке вырезом. Кстати, фронтальная камера на целых 40 мегапикселей. В отличие от обычной HS21. То есть, здесь прям реально такой это прям монстр по фото, по видео. Да, представляете? Фронталка на 40 мегапикселей. Ну, давайте ее как раз затестим. Сейчас мы перейдем в фотографию. Переключимся на меня. И давайте сделаем, к примеру, так, мультикадр. И давай, где? Портрет. Вот. Сейчас давайте. Надо сначала протереть. Вот такая фотография получилась в режиме портрета. Ну, на автомате, конечно. Очень сложно передать, как это все вот на телефоне отображается. Ну, вот так вот. Вот. Чуть попозже, как получил на тест, уже полноценно пофоткаю и поснимаю видео на него. Что касается процессора Exynos Nova. То есть, получается, он в 20 раз, точнее, в 20 процентов, как заявлено, Samsung, быстрее, чем предыдущий, к примеру, на S20 серии. И в 35 процентов более быстрым и на графическим. Так, давайте зайдем в сведения о телефоне. Здесь у нас One UI 3.1 стоит и 11 Android, соответственно. Вот непосредственно по этот 100X увеличение, ну, до сих пор называется Space Zoom. И сейчас убрали это название. Кстати, я могу вам дать, показать, как раньше выглядел S20 Ultra. Вот он, соответственно, мой S20 Ultra. Справа S21 Ultra. Вот такая вот разница у них и в камерах. То есть, раньше здесь было прямо написано 100 кратное увеличение Space Zoom. Сейчас ничего не написано. Ну, и сами видите, что, блин, вот эта вот матовость ему прямо вообще к лицу идет. Ну, а так вот по дизайну немножко сравнило. Так вот, конечно, Space Zoom. Благодаря первой в мире системе двойных телеобъективов Samsung, вот с фазовым автофокусом Dual Pixel, один оптически трехкратный и еще один оптически десятикратный. Вот эта функция Space Zoom на Galaxy S21, именно Ultra, обеспечивает большую четкость каждого снимка. И устройство автоматически переключается между двумя объективами, в зависимости от диапазона, с которого мы ведем съемку. Кстати, еще одна из новинок, это называется Samsung Smart Tag. Ну, конечно, такие штуки уже были от других производителей сделаны. То есть, Bluetooth-метка, без GPS, которая у нас привязывается к нашему аккаунту. Мы вешаем на ключи, не знаю, там, на чемодан, да куда угодно. Вот, и дальше мы можем все это дело уже и в квартире найти, у нее есть звуковой датчик, вот такой вот. Вот, и, соответственно, работает и в обратную сторону. То есть, можно найти не только эту штучку, и также телефон. То есть, если мы нажимаем, у нас вишется телефон. Плюс, в чем здесь, короче, фишка такая большая. Все это работает по Bluetooth, но, ну, в системе SmartThings, но если, например, вы это прицепили на чемодан, и чемодан, я не знаю, там, улетел в другую страну, при нахождении других устройств Galaxy рядом, вот этот SmartThings, они как-то умеют взаимодействовать, и она получает информацию по закрытому, там, не знаю, каналу. И, короче, можете показать, где все-таки это дело находится при помощи других Galaxy-устройств. Вот это прикольно. Вот, ну, как это, по факту, будет работать, пока не могу вам сказать, на таких больших расстояниях. Ну, вот, такую фишку придумали именно от Samsung. Называется, ну, как, умный тег. Могу еще показать такой вот оригинальный чехочек на ультра-версию, такой бронзовый немножко. Вот так будет выглядеть. Вообще полностью меняет цвет, да? Хопа, такой еще дороже стал, мне кажется, выглядеть. Ну, спереди, понятно, так особо не отличишь все, как Samsung-Samsung, да? А сзади вот так вот. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам дизайн, как здесь навороты, что добавилось, что убавилось. Все пишите в комментариях, вот, поделитесь своим мнением. Чуть попозже начну уже полноценный обзор. Все досконально расскажу, покажу, пофоткаем, поснимаем видео, вот, но чуть попозже. Спасибо, что досмотрели. Переходите ко мне на канал, смотрите, что я еще снимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok